Скорость, расстояние и время. С помощью формул, которые вы научились делать с буквами, вы можете достать все остальные формулы. Например, расстояние – это скорость умножить на время. А время – это расстояние поделить на скорость. Всего три формулы, которые вам нужно знать. Если вам дано в задаче, что человек ехал со скоростью 20 метров в секунду в течение 5 секунд, вам нужно найти расстояние, которое он прошел. Как это сделать? Смотрите на то, что расстояние – это скорость умножить на время. Записывайте. Расстояние – это скорость умножить на время. Равно 20 умножить на 5 равно 100 метров. Человек прошел 100 метров. Конечно, бывает более сложная задача, где нужно перевести метр в секунду в километр в час. Но этим мы займемся сейчас. Как перевести из километра в час в метр в секунду? В километре – 1000 метров. Поэтому нужно умножить на 1000. В часу – 3600 секунд. 60 на 60. Поэтому нужно поделить на 3600. На 3600. Потому что часы стоят снизу, так мы и делаем. Чтобы перевести обратно, мы делаем обратное действие. Умножаем на 3600. Делим на 1000. Вот вам и формула для перевода туда и обратно. И, наконец, последнее. Вам нужно знать, как решать задачи на среднюю скорость. Чтобы решить задачи на среднюю скорость, вы должны помнить формулу. Что скорость средняя находится всегда разделив все расстояние на все время. Да, и если вам дана задача, вы желательно нарисуйте рисунок с самого начала. Например, первые 100 метров человек шел со скоростью 2 метра в секунду. Следующие 200 метров он шел со скоростью 10 метров в секунду. Найдите среднюю скорость этого человека. Сначала запишем, что нам дано. Мы знаем. Назовем вот это вот. С первое. Это С второе. Это В первое. Это В второе. Я сейчас решаю вкратце эту задачу, поэтому я не буду записывать данное. Но мы знаем, что средняя скорость находится по этой формуле. У нас есть все расстояние. Это 100 и 200, 300 метров. Но всего времени у нас нет. Как его найти? Давайте сначала найдем то время, которое он потратил на то, чтобы пройти вот этот кусок. Как это делается? Т первое. Т первое. Это время на первом куске. Оно равно расстояние первое поделить на скорость первую. Равно 100 поделить на 2. 50 секунд. Теперь найдем то время, которое он потратил на второй кусок. Т второе. Расстояние второе поделить на скорость вторую равно 200 метров. Поделить на 10 метров в секунду. Это 20 секунд. Значит, сколько всего он двигался? 50 плюс 20. 70 секунд. Теперь как найти среднюю скорость? Все расстояние. Поделить на все время. 100 плюс 200 поделить на 50 плюс 20. 300 делить на 70. Это вы сами уже можете найти. Наверное, больше 4, но меньше 5. Вот вам и ответ. Если вам дано, если бывают задачи такие, что вам дано не расстояние и скорость, а время и скорость на первой части пути, на первой части пути, тогда вы ищите, соответственно, расстояние. И можете тогда потом найти по той же самой формуле общей скорости среднюю скорость.